У каждой профессии, у каждого какого-то искусства есть какие-то свои нюансы, есть какие-то свои секреты. Вот эти секреты ни в интернете, нигде нету. А когда у мастера спрашиваешь, то он может сказать. Именно от этих секретов зависит потом целостность картины и удачное выполнение. Не жалко секреты свои выдавать? Я уже не в том возрасте, чтобы жалеть. На здоровье как-то влияет? То, что вы постоянно вот так вот в нее дышите? Это очень полезно для здоровья. Для чего конкретно? Ну, знаете, это и для кишечника, и для кровообращения. Будет называться композиция «Белуха, говоришь». А почему именно такой персонаж? Ну, потому что мне так захотелось. Любите туристов? Да, очень. Почему он такой большой, с таким животом? Ну вот в этом названии наверняка и заключается весь юмор. «Белуха, говоришь, вот, я все могу, я сейчас все преодолею. Я все с таким маленьким рюкзачком, с таким кульком, да белуху возьму. Вот, как-то так». Как это называется? Плоскорельефная резьба по дереву, ручная работа. В основном на зверях специализируемся. Сложно урезать такое? Ну да, не просто, поначалу. Потом просто, но долго. Как вот считаете, надо чаще проводить по-долго? Конечно, конечно. Но вот дело в том, что вот если бы еще учеников со школы приводили, для молодежи, конечно, очень, это было бы полезно приучить вот к этому. Только можно через вот эти выставки. Получилось, дай бог, хорошо. И тем более я со сцены обещал, что будем проводить не только юбилейный фестиваль, а каждый год, чтобы на гости и жители Алтайского края, и жители Барнаула каждый год приходили и радовались искусству, мастерам, то, что мы умеем делать.